скоро будем дома обедать будем холодными как лед суши а Субтитры сделал DimaTorzok Ураганчик 25 метров в секунду Говорят, такого в жизни не было, что рыбхоз уплыл на грязь Было, но когда цепи целенаправленно сбрасывали, ну так, из-за ветра, никогда не было То есть рыбхоз стоял в одном месте, а уперся в другой берег, вообще совершенно Было 4 цепи специальных с грузами совсем, какие-то порвало, какие-то вытащило Дальше будет поглядеть, что у нас там получилось Ну то есть вот тут мы спокойно еле-еле проплывали, а теперь можно на Титанике проплыть Вот уже в берег дамбы воткнулись Противоположно, хотя там было расстояние метров, наверное, 80, может быть, даже 100 Так, ну теперь нам надо цепи перетянуть через дамбу обратно и привязать рыбхоз на место Ну, цепи на такое расстояние, они будут с большим провесом, будут весить пару тонн, поэтому это нереально Крану вытянуть по воде, так не протянешь как по земле Поэтому протягивается веревка, она будет как основа По ней ходить проще, и ветер не мешает, и дополнительная сила еще тяговая человеческая добавляется Сейчас пока веревки протягиваем, провязываем Там от рыбхоза до дамбы, я не знаю, но метров, наверное, 200-250, может даже больше, я так особо не понимаю Вот сейчас вот дойдем до берега, там привяжемся и дальше будем поглядеть Так Пристали Маленько Теперь где наша цепь Чтобы не упасть И не упал Вон она Вон она Это не та Это концевая Вот она Так Сюда нам веревки То есть за этой дамбой и волнорезом лежат груза Привязаны цепи И эти цепи к рыбхозу Получается У нас два груза утащила Цепи не порвало Просто груза перетащила на эту сторону дамбы А два порвалось Одна порвалась Без оттяжки, другая с оттяжкой Ну оттяжка там еще дальше увидите По центру будет показана Специальные оттяжки Чтоб меньше Это как успокоители Чтоб рыбхоз поменьше ходил Проплывать можно было Но это дальше все Потом покажу Что, куда и как Вот сейчас мы привязываемся к краю цепи Веревкой И будем по другой веревке Вот по той веревке, что я протянул Мы будем сейчас протягиваться И потом соединяться От самого рыбхоза На кран набираем цепи Потому что сразу их сбрасывать нельзя Как я говорил, они тяжелые И они падают на дно Там где-то в районе Работ метров пять, наверное Если они идут провисом То этих цепей не хватит Они очень тяжелые Поэтому это вот показывает Как кнект работает За счет чего держатся эти цепи Потом Дальше вы их много раз увидите Все Спокойно держат Цепи набираются Уплываем И там дальше будем соединяться Все вы видите Ну получается цепь тянем С двух сторон И с собой взяли еще лебед То есть тянуть С одной стороны очень сложно Будут огромные провисы Поэтому мы эту цепь Вытянули сколько смогли Потом у нас же Уже та цепь была Привязана к веревке Сейчас опять подтягиваем Стягиваем их Сколько можем И сейчас дальше будем Цепляться лебедкой И все это дальше Дело стягивать Тянуть Выбирать цепи Ну долго Это вы будете смотреть Быстро У нас будет еще крайне долго Герои строителей Аааа Ту невольку надо снять Вот эту невольку-то надо снять Стой дядя Сереж Надо невольку-то снять И поплывем А как ты будешь тянуться А правильно Игорь Ничего не надо Все правильно Не надо Все правильно Все тяни Извини Я был неправ Получается край цепи От дамбы Мужики зацепили за кран Правильно мне Поправили А вторую цепь мы тянем То есть мы стоим на месте Но в любом случае Рыбхоз подходит Ну молодцы мужики Правильно все придумали Не получилось у нас Цепь к цепи соединить И мы через вот эту подставку Через лебедку Сейчас будем собираться Ну все увидите Долго-долго будем тянуть Цепей вообще 4 держат Но мы пока выбрали одну Которую нам было попроще сделать Потому что как я говорил Некоторые цепи перетащило Их тяжело доставать И они у края рыбхоза То есть рычаг большой Этот как грубо говоря Центральный И у нее цепь порвалась просто Цепь порвалась именно Оттяжки либо не было Либо она утонула Была плавающая Вот вы уже видите Стягиваем цепь к цепи Это уже хорошо И получается Мы с этой начали Она центральная Грубо говоря Можно было с самой крайней Начать Но там и расстояние больше За счет того что Геометрию никто не отменял И там оттяжка утонала На крови Там сложная была А это вот сейчас Цепь с цепью будем соединять Вот здесь уже дотянулись Сейчас вот кусок Вставляем цепь Потому что вот эта перемычка Что мы ставили Сейчас нагрузка идет огромная Весь рыбхоз считает Тянешь А там рыбхоз Ну больше тысячи тонн Я так думаю Плюс парус Восемь тысяч квадратов с лишним Поэтому эту перемычку Мы решили убрать И поставить сразу цепь Для надежности Потому что не дай бог Стрельнет Это будет вообще Никак не смешно Все Сейчас цепь зацепили И можем расслаблять лебедку Видите Потому что уже до края дотянули Дальше тянуть нельзя Все Вот расслабляем лебедку И будем дальше перехватываться И дальше все тянуть Все Нагрузка есть Ну теперь мы нагрузку сняли Можем лебедку переставить Куда нам надо Теперь лебедка Переставляется на другой Сторон у крана Потому что нам нужна Слабина Чтобы нам Выбирать лебедкой На дамбу Туда ползти неудобно Неправильно Потому что нам надо Выбрать куски цепей Которые мы вставили Времянки Ну то есть Они уже походили Поработали Их нельзя оставлять Здесь в работе Поэтому Времянки эти поставили И вот на крайнем Их туда-сюда Сейчас будем выбирать Вот видите По чуть-чуть По чуть-чуть По чуть-чуть Ребедка трехтонная Поэтому идет По номенклатуре Но Пока сильного упора На рыбхоз плавает Она в принципе Хорошо тянет Вообще Прям без проблем Она нас выручает И вот так По чуть-чуть Будем выбирать Уже даже Вон рыбхоз подошел Идем в противоположную сторону За счет того Что рыбхоз Весь ушел в дамбе Он утянул И еще есть такие Груза Так скажем Времянки Они плавающие Вот видите Уже как мы утащили Ребхоз А были прям на дамбе Кто помнит Начало видео Вот видите Уже наверное Метров 80 Ускакали Все легко И сейчас уже пошла Нагрузка На другие Эти Груза Видите Вот нагрузка Тут двойной груз Полтонна Утоплен Его надо дать Слабину Чтобы нам рыбхоз Вытащить на место Потому что Когда весь рыбхоз Уплод в противоположную сторону Он все эти груза Утонул И тащил И нам теперь сложно Все это в обратку Тащить И мы тут все Расслабили Так Ну как я и говорил У нас 4 цепи Первый мы просто На времянку Натянули цепи Без отвесов Без ничего Просто Грубо говоря Поставили рыбхоз Хоть в какое-то положение Более-менее Не такое шаткое Как он Плавает То есть Зацепили уже На двух В две стороны Оси У нас уже Держится Крепление рыбхоз Но нужно до конца Все делать По этому самому крайнюю Цепь поднимаем Как я говорил Она утонула С промежуточной оттяжкой Вот сейчас Вы это видите От дамбы Получается Груза идут Потом цепь Всять до рыбхоза И по центру Еще висит груз 250 кг Он как балансир идет Он во время Ветровых нагрузок Работает дополнительным Грузом Как успокоителем И чтобы можно было Проплывать на Всяких Мы когда форель Возим и все Вот теперь мы его Поднимаем Эти 250 кг Мы От стороны рыбхоза Мы привязались Вот видите Веревка Сейчас видно В кадре Это мы от стороны Рыбхоза Привязаны Чтобы нас не Утаскивало Никуда Все Вот сейчас Эту оттяжку Поднимаем И будем И будем соединяться Сейчас положим Посмотрим Что куда Как Он уйдет на дно И заберет И заберет у нас Огромное количество Цепей Нам это не нужно Поэтому Мы вот сейчас Отходим уже Все мы тут По моему Даже сцепились Думя краями Цепей Если не ошибаюсь Да по моему И от Рыбхоза И от берега Цепь Сейчас сцепили Сейчас будем Ее топить То есть у нас Уже цепь Опять прокинута Она правда Будет прокинута В слабеньку Но это не суть Главное что Она есть Мы Без проблем Сейчас когда Соединенную цепь Мы пойдем На сами Пантомные линии Зацепим Лебедку И будем Спокойно Тянуть Все Вот утопили Мы цепь Все Она у нас Присушена Две цепи Из четырех У нас Практически Зацеплены Вот это мы Сейчас пришли На точку Все Сейчас излишки Цепей Нам хватило Цепи Мы доставили С кусками Выбрали излишки Все Сейчас вот Лебедку Вытягиваем Максимально Сколько можно Троса Все Зацепимся За эту За цепь Будем тянуть Дальше Все Вот зацеплена Лебедка Осталась На Обхозе На линиях Мы Выбираем Излишки Троса Вот видите Нам Игорь Подает Постоянно Мы доходим До столько Сколько Можем Полностью Максимально Сколько Можем До цепи Сейчас Мы поднимаем Цепь Я не помню По веревке Или по цепи Пошли Ну в общем Зацепились Все Теперь Игорь Пошел Натягивать Все Сейчас Все Друженько Будем Тянуть Все Это Ну все Две цепи У нас Уже Зацеплено Молодцы Потом Надо будет Еще Весь Рыбхоз На место Ставить Оттяжки Делать Но В любом Случае Уже Не так Все Критично Что Все Полузаброшено Ждать Ветра Как Раньше Привыкали Ждем Ветра Пока Рыбхоз Придет Когда Этот Ветер Придет Как Он Придет С какой Силой На одной Цепи Рыбхоз Держится И все Потихоньку 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 Эти Цепи Натягиваем Сразу Рыбхоз На место Не встает Вообще Никак Сережка Как бешеный Конечно Тянет Сразу Рыбхоз На место Не встает Поэтому Сначала Легко Идет Пока Слабина Выходит Рыбхоз На место Идет А потом Все Полу Оттяжки Груза Некоторые Еще Мешают Но Мы где Смогли Все Сняли Плавающий Груза Все Вот Мы Натянули Сколько Смогли Все Сейчас Выбрали Все Эти Цепи Времянки Все Что Нам Лишнее Было Ненужное Все Вот Конкретно Мы уже Зацепились Здесь Снимаем Эти Все Наши Невольки Которые Там У нас Были Времянки Ну За Которые Мы Цеплялись Все Это Эта Четвертая Крайне Завершающая Ветер Сложный Ити Поэтому Мы ходим Краном Видите Один Расслабляешь Другой Натягиваешь Все Через Веревки Делается Поясню Потом Позже Почему Потому Что Говорится Гладиола Все Видите Отходим Немножко Подальше От Рыбхоза Все Видите У нас На Веревке На основном Крайне Висит Цепь Вот Мы Отошли Чуть Подальше Это Груз Оттяжка Он Будет Как Успокоитель Работать И Чтобы Можно Плавать На Поплавке Этот Груз Мы Сейчас Опускаем Одним Из Крюков Все Опустили Слабину Ушел Все Серега Снимает Но Нужно Сам Груз Тоже Отпустить Мы Один Раз Побовали С Инерция Сильная Поэтому Делаем Все На веревках Все На веревке Опустили Максимально Сколько Смогли Все Сейчас Просто Веревку Режем И Как бы Инерция Уже Не та Удар Не тот У груза Все Спокойно В воде Уже Тонет Дает Нагрузку На цепь Сейчас Бах Все Пожалуйста Никого Не бьет Все Прекрасно Все Цепь С успокоителем Все Прекрасно Все То есть Самую Крайнюю Цепь Мы Уже Зацепили Теперь Пошли Вот На ту Первую Цепь Которую Помните Мы Цепляли Все Теперь Мы За счет Того Что Самую Крайню Подтянули На Этой Цепи Оказался Огромная Слабина Все Эту Слабину Мы Выбираем Также Лебедкой Но Это Долго Конечно Будет Я Тут Особо Ничего Комментировать Не буду Но По-моему И нечего Тут Комментировать Насколько Я помню Ну все Излишки Мы Выбрали Теперь Цепь Нельзя Также Оставлять В Этот В Натяг Поэтому Вот Опять Берем С собой Лебедку Все Дела Поехали Дальше Теперь Нам Нужно Мы Хотели Заменить По-моему Кусок Цепи Насколько Я помню Да 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 Вспомнил Мы хотели Заменить Кусок Цепи Поэтому Взяли С собой Лебедку Ну Планы Переигрались Маленько Не стали Мы Эту цепь Менять Потому Что В принципе Это Хорошая Рабочая То есть Мы Сейчас Просто Отойдем Отойдем И повесим Груз Такую же Оттяжку 250 Килограммовую Вообще Была Идея Конечно Немножко Другие Оттяжки Повесить На другой Стороне Рабхоза Повесил Двухтонный Блок Конечно Вообще У Рабхоза Хождение В эту Шторму Стало Невозможно В принципе А эти 250 Килограммовые Они Конечно Играют Немножко Вот Мы Сейчас Цепи Расслабляем Ой Цепи Кран Расслабляем И шагаем Потихонечку Видите Отходим 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 Как Черепахи Потихонечку Как на заднем Как называется На заднем фоне Небо Голубое Черным Становится Таймлапс Рулит Конечно Так Ну все Покатались Трин-трин-трин Трин-трин-трин Покатались Все Все Сейчас будем Поднимать Груз Цеплять Также Через веревку Его Отпускать Скидывать В принципе Практически Работа Скоро Будет Закончена Сейчас Там Дальше Еще Немножко Я не Снимал Как мы Эти груза Доставали Которые Перетащили Через Дамбу Но это Конечно Тоже Была Песня Это Вообще Потому что Весь Рыбхоз Утащили Уже Место Поставили А за счет Того Что Все Груза Тащила Вместе С Рыбхозом Они Все Из Рыбхоза Шли Боялись Чтобы Садки Где-то Не Подрать Но Все Посмотрели В принципе Все Сделали Правильно Особенно Центральная Цепь Она Какая-то Полуякорная Тяжеленная Вообще Невыносима Вот Эту Цепь Мы Будем Немножко Модифицировать Там Потом В конце Увидите Вот Видите Мы Груз Бросили А Потому Что Ее Порвать Невозможно В принципе Как Эти Крайние Четыре И Мы Решили На нее Навесить Вот Такие Двухтонные Блоки Один Вот Мы Поставили Но Пока Второй Я еще Не Ставил Руки Никак Не Доходит Но В любом Случа На него Навешаем Два Двухтонных Блока А не Вот Эти Малюсики Вот Он Уже Дополнительный Видите Вот Повесили Продолжение следует